Доброе утро, мои дорогие! Я сейчас собираюсь на прогулку, немножко слушаю музыку и немножко с вами здороваюсь. Ну, думаю, что на прогулке я ещё что-то интересненькое тоже поснимаю. И потом ещё поболтаем, вы знаете, я люблю поговорить. Друзья, я сейчас гуляю по парку под зонтиком, потому что идёт сильный дождь. Но под зонтиком это не страшно. Да, дождик вокруг на меня не падает. Вернее, падает, но как-то не совсем на меня, на края меня. Да, в прошлом видео я вам хотела показать гранаты, которые я в прошлом видео и носила. Но они не поместились в то видео, поэтому в этом видео посмотрите на мои гранаты в серебре. Ну и, конечно, вы заметили на мне гранаты, девочки. Ну, надо же ознаменовать приход осени вот этим явлением гранаты. Да, нет, я не хочу менять то, что я туда повставляла, то, что потерялось и я вставила. И я хочу, пусть оно будет так, мне так нравится. Вот это серебро с гранатами. Ещё оно одно подобное. Да, аметист, это просто зелёное стёклышко. Но не хочу я сюда гранаты. Может быть, когда-нибудь захочу. Крестик на мне гранатовый. Ну, так это я приближать свою физиономию не буду, прям к объективу, но вы видите. И серёжки вот эти я сегодня одела. Вот эти гранатовые серьги. Такие мощные, тяжёлые, добротные, я бы сказала, красивые. Так, конечно, это вещь, я вам скажу. Что тут у меня ещё? А, с гранатами... Ну, я уже закрыла ту шкатулку. А, ну, ещё я взяла вот гранатовые бывшие часики, которые, как я вам уже рассказывала, в Средиземном море я в них искупалась. Они мне не простили той солёности, которая присутствует в Средиземном море, и зачахли. В Чёрном море я в них тоже пару раз купалась, но они мне это прощали. А вот Средиземного моря они мне не простили. И поэтому пришлось сделать из них браслетик. Вот, мои дорогие. И ретро продолжается, набирает обороты. Вот эту прелестнейшую коробочку я оклеила, видите, вот такими нежными-нежными наклеечками. И получился такой вот ретро-персонаж. Это реплика на коробочке с пудрой. Но она высокая, понятное дело. Но я не стремлюсь повторить в точности какие-то ретро-моменты. Я повторяю их где-то, может быть, в каком-то намёке, в какой-то реплике. И мне это очень нравится. Реплика на какие-то тоже известные духи. Не знаю, какие, забыла. Я говорила вам. И ням-ням. Бутылочка и аромат похожи на что-то из Советского Союза. То есть, из моего детства, из моей юности. И мне это нравится. Ну и заяц. Да, заяц тоже вот он напоминает знаменитые заячьи статуэтки. Очень довольно-таки недорогие, которые продаются сейчас, наверное, на всех барахолках постсоветского пространства. Но мне туда не добраться. Вы знаете, я нахожусь в Польше. Иногда меня спрашивают, в каком городе я живу. Но я не хочу афишировать город, в котором я живу. Я могу только сказать, что это близко от города Катовицы. В общем-то, 40 минут на трамвае, включая все остановки. И где-то минут 20-25 автобусом. Тоже включая все остановки. Машиной. Ну, это 15 минут машиной ехать. Вот. Около города Катовицы. Все конкретно. Мне однажды у вас такой адрес. Она с адресом ошиблась, но почти угадала. Вот я вам очень много показываю. Много очень рассказываю. В принципе, всю свою жизнь я вам рассказываю. Но есть нюансы, о которых я умалчиваю. Не обижайтесь. Вот. То, что я вам хотела сказать. Посмотрите, какая красивая заставочка. Вот на заставочке сегодня у нас дождь. А здесь на заставочке у нас месяц ноябрь. Посмотрите. Видите, деревья все голые и остатки листьев. Да? Сегодня, кстати, 2 октября. А у меня ноябрь. У меня ноябрь здесь. Ну, я меняю это, знаете, в день по несколько раз. Я люблю менять картинки. Я люблю ноябрь. Люди не любят ноябрь. Люди не любят февраль. А я люблю. Я обожаю ноябрь с его прозрачностью. Уже листьев нет и дождик. Вот эти капли дождя висят, как какие-то хрустальные такие. Даже не... Да, именно хрустальные такие серые капельки. Я люблю ноябрь. Вот. И февраль люблю я. Ну, не знаю. Это... Я знаю, что это месяцы, которые... Основная масса моих знакомых не любят. Я люблю. Вот такая вот ретро-картинка у меня. Летние площадки уже закрылись. Видите, нет ни зонтиков, ни столиков. Уже все летние площадки повсюду закрылись. Ну, октябрь все-таки. Сегодня у нас третье октября. Фонтаны еще работают. Но с первого ноября, насколько я помню, их уже тоже закрывают. Но пока еще радуют. Много, очень много зелени. Желтизны мало еще. Но уже есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот что терпеть не могу, девчонки? Это когда я снимаю-снимаю, говорю-говорю. Особенно в походных условиях. Оказывается, что я ничего не говорила. Вернее, что я в этот момент ничего не снимала. Но это вообще, конечно. Начинаю сначала. Решила питаться дробно, часто дробно и потихоньку сбрасывать вес. Ходила сегодня с утра по делам. Ну и чтобы не проголодаться, пока я буду со своих походов по делам, идти через парк, где я сейчас, собственно, и нахожусь. И я решила зайти в супермаркет и купить себе сливки. И вот такие, ну вы поняли, как они там называются, галетки или как. Так, села сюда. И вдруг мне приходит мысль. Так, сейчас летятся голуби и будут меня грабить. Мне же их жалко. Думаю, сейчас я им все галетки скормлю. А потом еще и утки подгребут. И такая жадная, жадная. Сижу на этом. И думаю, так, я сначала съем сама, а потом уже им понакрошу. Ну, они пришли. Я все-таки с ними делилась этими галетками. Я три штуки съела. Не три штуки. Я так, получилось так. Пол штуки съедаю, пол штуки раскрошила. Но утки не подгребли. Вот такой жлоб оказался сегодня. Ну, сейчас еще буду кормить их. Накрошила им вот этих вот хлопьев и ушла. Слетелись. А пока сидела, два голубя только подошли, клевали. Я думаю, ну, боятся. Отошла к дереву, слетелась стайка. О, ворона сейчас начнет драться со всеми. Вороны, они такие, они всех распугивают всегда голубей. Они ж больше. О, банда прилетела. Две вороны и одна сорока. Не, ну, вороны разогнали всех моих голубей. Кстати, птицы, оказывается... Оказывается, но это всем давно известно. Ну, как бы, как констатация факта. Птицы очень умные. Во всяком случае, голуби, вороны. Так что не только млекопитающие умные. Птицы очень умные. На этом я заканчиваю. Всем крепкого здоровья, прекрасных мыслей, хороших новостей. Всем добрым людям. И, мои дорогие, не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...